К сожалению, мы не такие быстрые. Мы не такие быстрые, как Штаты. Там жизнь немного другая. Мы хоть и опаздываем, но мы тоже можем удивлять. 30 лет прошло и наконец-таки за последние 5 лет отличные фильмы. Я вам скажу, не хуже, чем американские. Не хуже. Ну, про Магнитогорск мы говорить не будем. Для меня он идеал, но не везде. Ну, неужели сложно сделать настоящий концертный зал? Аренда это для хоккея. Там не тот звук, а места много. Пригласите меня, я вам устрою звук. Мало того, проконтролирую. И вы будете слушать качество. И тогда такие шоу у нас будут постоянно. Да, бассейны есть. Да, аквапарк тоже. Да, три горнолыжных центра. Горы лучшие в 20 километрах на восток. К слову, про каскадеров. То же, что и арена, но не для всех. Закрытое и лучшее. И тогда город может жить как лучший. В любое время года. В любое. Конечно, шоу каскадеров не сделаешь зимой. Мы не сможем морозить ни себя, ни каскадеров. Но когда будет качество, тогда шоу может быть и зимой. Переделайте стадион. Он есть. И жизнь-то станет лучше. К слову, отличный праздник, который есть в Штатах. Но на несколько дней. Есть смысл посмотреть на то, что каскадеры вкладывают свое умение и деньги. И вы думаете, что все это бесплатно? Нет, господа. Нет, друзья. Нет, товарищи. Это серьезная работа. Крутое и интересное. К слову, в 95% случаев на ТВ в дело вступают каскадеры. Есть немногие, но кто может задержать дыхание? Кто проведет большинство машин по городу, раздолбив их лохмоты? Это каскадеры. Драки. Это постановки каскадеров. Без них не используется практически ни один фильм. Вот я про что говорю. А вы можете это увидеть на парковке за ареной Металлург. Не будем говорить о том, что каждый может становиться каскадером. Но мне лично это дело нравилось. Я еще помню, 1983 год. Фильм такой «Каскадеры» был. Я смотрел на него. Было интересно. Это не наш отечественный фильм. Это был западный фильм. Но тоже было понятно, что человек просто так не может становиться. То есть необходимы определенные характеристики и знания. Так ли это? Знания, наверное, не столько важны, сколько психологический барьер. Пускай с виду некоторые трюки кажутся не столь замысловатыми какими-то, но при исполнении их возникают психологические барьеры, которые ты физически потом не можешь исполнить на фоне всего остального. Как бы надо так сказать, чтобы конкретные навыки, это уже все в процессе, пока учишься, пока пробуешь что-то, оно преодолевается. То есть это уже больше опытом, а не навыком дорабатывается. Конечно, это риск. Не каждый на это способен. Не каждый может гореть, и они умеют. Не каждый знает, не каждому это дано. С моей точки зрения, еще раз, с моей, каскадеры делают из звезды уникум. Далеко не каждый может верхануться. Лучший из них Джеки Чан. В большинстве случаев именно он работает. Но остальных подменяют каскадеры. И почему здесь каскадеры на машинах? Мы где живем? Это мир машин. Или вы думаете, что машина это не консервная банка? Срочно сюда. Всем, кто типа сдал на права. Просто посмотрите, как ваша консервная банка разваливается. Может тогда на дорогах магнитки будет проще путешествовать? Я бы попросил каскадеров ломануть двери на велосипедах. Чтобы вы с большим уважением относились к велосипедам. Но это потом. Хотя вы это сможете увидеть на ютюбе. Там таких вещей море. Вы даже должны понять, что город металл производит тонны. Но любой металл можно ломать. Будьте, пожалуйста, более вежливы. Будьте. То есть за вашей спиной жертвы, да? Да, за моей спиной жертвы, которые будут на этом шоу участвовать в качестве тех, что будут крутиться, их будут бить, давить, они будут гореть. Жертвы. Жертвы, жертвы. Но каждая жертва тоже денег же стоит, правильно? Конечно. Это покупается в каждом городе. И потом уже у них участь одна, они заканчивают. Но зато приятно все равно, да? Показать, как есть машины, которые переедут их, правильно? Ну, конечно. То есть это и радует зрителя, то, что вот эти машины еще, как говорится, на многое способны. Несмотря на их возраст, состояние, потом еще как бы они так достойно умирают под колесами большого бигфута. А так вообще мы будем говорить о вашем стиле жизни. Стиль жизни каскадера, что это? Переезды, выступления, техника, подготовка. Мне говорят, что подготовка это копейки стоит. Мне кажется, что это подготовка вообще не копейки стоит. Если будем говорить о том, что даже машины, которые вам придется покупать, они тоже деньги стоят, естественно, правильно? То есть сколько вот обойдется завтрашнее выступление? Одно, допустим. Ну, просто. Сумма такая небольшая, но где-то тысяч, наверное, 100-150. Ну, это, скажем, от. От, да? То есть вы должны понимать, что как бы шоу каскадеров это все-таки шоу для людей. Ну, конечно, для людей. Ну, ничего бесплатно не делается в этой жизни, и нам никаких не запчастей. То есть каждый день мы уезжаем, покупаем новые запчасти. После каждого шоу техника, соответственно, не выдержит, потому что мы работаем на грани. Иногда даже переходим за эту грань. И рвутся мосты двигателя. То есть вот в данном случае вот УАЗик, да, стоит, которого уже третий двигатель меняется. Потому что мы просто, ну, рвем машину. То есть для того, чтобы зритель был доволен, чтобы показать самый высший такой пилотаж, который только возможен. Так красиво, здорово, красиво и с точки зрения удовольствия. Но прежде посмотрите на качественные другие автомобили. Они максимально упакованные. А иначе как? Каскадеру жизнь своя нужна. Но поняв, как это делается, можно сказать каскадерам спасибо. Жалко, что таких мало. И поэтому стройные ряды магнитогорцев могут себе позволить, а сделать это легко. Только не смотрите издалека. Тут больше удовольствия практически участвовать.